Программа «Особое мнение» в эфире, 13.06 в Кирове, в студии Анна Лапшина и мой сегодняшний гость Андрей Юсенко, секретарь общественной палаты Кировской области и вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Леонидович. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Нас можно не только слышать, но и видеть. Напоминаю, что на нашем сайте эхакирова.ру идет трансляция прямого эфира. Там же можно задавать вопросы гостю через форму анонсов. Вопросы также можно направлять посредством СМС на номер 8 909 720 101 и 0. Мы их обязательно будем зачитывать, если вы пришлете. Ну и пока вы пишете вопросы, я хочу поздравить всех с последним днем зимы. Погода сегодня прекрасная, светит солнце. К концу недели нам обещает очередное потепление. Если исключить возможные дорожно-транспортные проблемы, которые мы все наблюдали в период последней оттепели, то можно сказать, что все будет прекрасно и жизнь налаживается. Налаживается жизнь, да? Один день. Все в любом случае будет прекрасно. Главное в это верить, надеяться и что-то для этого делать. Отлично. Вот. Значит, ну, жизнь налаживается не только в смысле погоды. Аэропорт Победилово начинает оживать. Я специально мониторю ситуацию, езжу каждую неделю. В воскресенье я видела на парковке уже 15 машин, а не 4, как 2 недели назад. То есть количество рейсов увеличивается. Запустили рейс до Питера. Значит, лес Кировский колосится, судя по сюжету Сергея Брилева недавнему. Вот. Про лес и аэропорт мы обязательно поговорим, но все-таки сейчас, наверное, к событиям дня сегодняшнего. Насколько я понимаю, общественная палата Кировской области сегодня должна утвердить список претендентов, кандидатов на попадание в федеральную общественную палату. Кажется, собирается совет общественной палаты Кировской области сегодня в 4 часа. Вот. И хотелось бы у Андрея Леонидовича, как у секретаря, узнать о процедуре, собственно говоря. Как это будет все выстроено? Ну, процедура достаточно, с одной стороны, простая, с другой стороны, регламентированная. Все очень четко определено с того момента, когда президент Российской Федерации своим указом запустил, собственно говоря, процесс формирования Общественной палаты Российской Федерации. На прошлой неделе это было? На прошлой неделе, 21 февраля. В течение месяца региональные общественные палаты должны избрать из своего состава представителей в Общественную палату России. Соответственно, мы определились с датой проведения пленарного заседания, на котором эти выборы пройдут. Это будет 16 марта. Ну, а к этому моменту мы должны внести, что называется, в бюллетень определенное количество тех кандидатов, которые будут выдвинуты членами палаты для прохождения этой процедуры. А есть требования какие-то по количеству? То есть, сколько их должно быть? Один человек? Три человека? То есть, выборы должны быть конкурентными? Да, выборы должны быть альтернативными. Не допускается безальтернативное голосование. Выборы проводятся в формате тайного голосования. Поэтому сегодня до заседания Совета, собственно говоря, принимаются предложения по кандидатам. Ну и на самом Совете мы будем принимать решение о включении этих кандидатов в бюллетень, что называется. Так, а в итоговом бюллетене сколько должно быть фамилий? Ну, здесь не ограничено. Соответственно, речь идет о том, что их должно быть не менее двух для соблюдения процедуры альтернативного голосования. А так можно выбирать хоть из всего состава общественной палаты. Так, то есть, два человека в списке отправляются в Москву? Минимум два человека? Нет, нет, нет. Два человека включаются в бюллетень. Для голосования на нашем? Здесь, да. И 16 марта члены общественной палаты на пленарном заседании из этого списка, из двух или более кандидатов выбирают представителя общественной палаты Кировской области в общественной палате Российской Федерации, который, соответственно, становится автоматически членом общественной палаты Российской Федерации. То есть, больше уже никаких утверждений не нужно. Его на местном уровне выбирают, и все, он автоматически попадает. Да, это компетенция и полномочия региональной палаты. Дальше никаких процедур согласования, утверждений или еще чего-либо не происходит. Если общественная палата региона определилась с кандидатурой, и сам кандидат не взял каким-то образом, он может взять самоотвод только до процедуры голосования, то он становится членом общественной палаты России. Так, и в чем будут заключаться обязанности этого человека? Ну, собственно говоря, это целый перечень, определенный в законе об общественной палате и, соответственно, и обязанности, и права. Это, естественно, представление интересов региона. Это очень важный момент, может быть, не столько определенный в документах, но стратегически важный с точки зрения взаимодействия региональной палаты и федеральной. Это вынесение на федеральный уровень тех вопросов, которые невозможно, например, решить на региональном уровне. И, наоборот, доведение до регионального уровня тех ситуаций, тех рекомендаций, тех возможностей, которые есть на уровне палаты федеральной. Будем откровенны, будем смотреть правде в глаза, федеральная общественная палата стала за последние несколько лет очень серьезным инструментом. В период руководства Александра Владимировича Бричалова произошла серьезная трансформация общественной палаты. И с точки зрения ее активности, и с точки зрения ее ресурса в общественную палату практически как в Госдуму, а то и чаще ежемесячно приходят министры на прямой диалог министров федерального правительства. Мы берем сейчас такую практику для нашей региональной палаты, поэтому здесь это тот ресурс, который через члены общественной палаты России регион может, должен и обязан, наверное, использовать для привлечения к себе внимания, для привлечения ресурсов и для решения своих проблем. Этот человек, он сам по себе отдельно будет обладать, например, правом законодательной инициативы или нет? Или все-таки право законодательной инициативы по-прежнему остается за общественной палатой нашей региональной? Нет, отдельных, скажем так, дополнительных прав по сравнению с теми правами, которыми сейчас обладает член общественной палаты Кировской области, у него не возникает. У него возникают определенные ограничения, в частности, главное, это то, что член общественной палаты России не может быть руководителем общественной палаты региона. Это принципиальная позиция, которая определена в законе. Вот такое требование, потому что законодатели, когда, собственно говоря, проект закона этот разрабатывали и принимали, понимали, что в многих случаях может произойти именно так. Лидер общественного мнения в региональной палате сможет стать и членом палаты Российской Федерации, а технически, физически, организационно это большой объем работы на общественных началах, которые сложно совмещать. Поэтому такие ограничения возникают, ну и возникают, естественно, некие права, связанные со статусом члена общественной палаты России. Это все то, что касается и закона об общественном контроле, и взаимодействия с государственными органами. Ну и будем, опять же, правде в глаза смотреть, то есть обращения и предложения членов общественной палаты России рассматриваются и государственными структурами, и охранительными органами. С большим усердием? Да, с большим вниманием, так скажем, потому что, не просто потому, что это статус депутата или что-то, потому что по сути своей, смотрите, если общественная палата региона является квинтэссенцией общественной ситуации, общественного мнения в регионе, она, собственно говоря, максимально старается его саккумулировать и сформулировать, то член общественной палаты России от региональной палаты, это вообще квинтэссенция того мнения, которое в регионе сформировалось. И если уж он поднимает проблему на уровне Российской Федерации, то значит, что это действительно серьезная, действительно важная и действительно требующая повышенного внимания ситуации. Так, к какому моменту должна быть сформирована общественная палата России? Ну, общественная палата России будет сформирована, я сейчас могу ошибиться в конкретных датах, но, по-моему, в середине июня, потому что за три дня, за 115 дней, по-моему, до, в общем, 115 дней от 21 февраля, по-моему, надо отсчитать. И, по сути дела, к тому моменту, когда прекратятся полномочия действующего созыва, собственно говоря, там вступит в силу новый созыв, ну, ориентировочно, середина июня. Я так понимаю, что вот эти 40 человек, которых предложил Владимир Путин, они сейчас рассматривают предложение президента, представители от регионов по одному человеку, от общественной палаты, становятся членами общественной палаты России, и еще общественники? Еще общественники, да, по-моему, 43 еще кандидатуры могут выдвигать общественное объединение, то есть примерно та же схема, что у нас там в регионе, выдвигаются кандидаты, а определенные региональными общественными палатами и определенные президентом члены общественной палаты, они выбирают из предложенных кандидатур оставшуюся часть общественной палаты. Но это общественники федерального уровня, да? Какие-то общественные организации федерального уровня. У кировчан есть возможность общественника своего туда выдвинуть? Есть, есть возможность, да, конечно. То есть можно попробовать ни одного представителя в общественную палату России отправить? Можно и даже нужный. Будете работать над этим вопросом? Будем работать, будем смотреть, когда будет инициирована эта процедура, по какому уровню, скажем так, общественной организации зайти, там, межрегиональная или общероссийская. Ну и надо же понимать, что должен быть еще сам желающий человек, потому что, еще раз повторюсь, это, опять же, там, общественная деятельность, она не оплачивается. Член общественной палаты России не переезжает, живет в Москву, не... Квартиру ему не дают. Не дают, не получает квартиру, там, не становится, там, государственным служащим. Это общественная деятельность, которой он продолжает заниматься, но которая, в отличие от работы в общественной палате в регионе, требует еще и периодического присутствия в Москве. На что уходит время, там, силы, ресурсы и все остальное. Часть расходов, по крайней мере, на проезд оплачивается, но только часть, далеко не вся. Это оплачивает уже федеральный бюджет? Это федеральный, да, федеральный бюджет берет на себя, да. Андрей Юсенко, секретарь общественной палаты Кировской области, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты у нас в эфире, в гостях в особом мнении. Сделаем небольшой перерыв и вернемся. Особое мнение на 101 ТФ. Программа «Особое мнение» продолжается. Анна Лапшина, Андрей Юсенко, секретарь общественной палаты Кировской области у нас в гостях, напоминаю. И еще немножко продолжим про общественную палату, про формирование общественной палаты на российском уровне. Андрей Леонидович, у меня такой вопрос. Я понимаю, что голосование будет тайным. Я понимаю, что люди должны либо дать согласие, либо отказаться. Но, тем не менее, можем ли мы назвать какие-то фамилии тех людей, которые будут претендовать на, скажем так, попадание в Федеральную общественную палату? Ну, давайте поступим, что называется, честно. Давайте. Дело в том, что до заседания Совета сегодняшнего выдвижения кандидатуры еще может продолжаться, во-первых. Во-вторых, выдвинутые кандидатуры могут взять самоотвод. И на Совете может быть принято решение о допуске-недопуске. Поэтому я пока могу вам сказать только в отношении того, что предложена моя кандидатура. И если за себя я точно могу сказать, что я сам не буду брать самоотвод и буду, надеюсь, что будет принято решение о включении моей кандидатуры в список членами Совета. И, соответственно, я буду принимать участие в выборах. Поэтому за себя могу это сказать. За остальных кандидатов не хотелось бы ставить их в неудобное положение. У них еще есть возможность взять самоотвод или кого-то еще выдвинуть. Поэтому вот на данный момент ситуация такая. Есть еще кандидатура. Ну, сколько человек? Ну, на данный момент выдвинуто два человека. То есть вы и еще кто-то? Да. Не хотелось бы называть, потому что, опять же, не хочу давить на человека, и не имею такого права. Сам буду палатироваться, что называется. Понятно. Понятно. Но я напомню, что предыдущий секретарь Общественной палаты Кировской области, Тахир Мамедов, в свое время, да, как раз, видимо, по этой процедуре переехал в Федеральную общественную палату. Да, собственно говоря, мы выбрали его представителем Общественной палаты Кировской области в ОПРФ. В этот раз этого сделать не получается, в силу того, что Тахир Мамедович не член Общественной палаты региона. Вот. И у меня в связи с тем, что вы выставили свою кандидатуру, конечно же, возникает вопрос. Если вы, ну, или второй человек, или еще кто-то, попадает в Федеральную общественную палату, в Общественной палате Кировской области освобождается место. Я так понимаю, не освобождается место. А как это? Не прекращается членство в Общественной палате региона. А-а-а. Это была достаточно странная юридическая конструкция, связанная с, опять же, таким законодательным казусом в нашем региональном законе относительно того, что член Общественной палаты России не мог быть членом Общественной палаты региона. А автоматически переставал быть. Сейчас этот казус исправлен. Он, собственно говоря, стал, он устранен. Человек продолжает работать и там, и там. Да, член Общественной палаты России продолжает быть членом Общественной палаты региона. Но секретарем быть не может. Не может быть секретарем, да. Понятно. То есть, если выбирают вас, освобождается секретарский пост. Да. Так. И будут выбирать на это место человека из членов Общественной палаты. И в составе членов Общественной палаты будет проводиться процедура выборов секретаря. И это тоже будет происходить летом, после того, как будет сформирована Федеральная общественная палата? Скорее всего, это будет плановое пленарное заседание Общественной палаты. Вне планового не потребуется. Будет исполняющая обязанность. Если это произойдет именно так, на плановом пленарном заседании будет избран член Общественной палаты... Вернее, секретарь Общественной палаты... Кировской области. Кировской области, да. Вы видите каких-то людей себе на смену в случае, если вы уезжаете в Москву? Ну, условно уезжаете, да? Виртуально. Виртуально уезжаете, да. Я все-таки останусь здесь и буду здесь работать. У меня есть основное место работы, торгово-промышленная палата, поэтому я буду трудиться в ней и представлять интересы региона в Москве, если это произойдет. Но вот, вы знаете, заглядывать вот так далеко, то есть, если здесь выберут, если там надо будет выбирать. То есть, я думаю, что, во-первых, ну, я точно вам могу сказать, что я чувствую ответственность свою за то... Ну, условно говоря, так скажем, пафосно и громко, в чьи руки передам Общественную палату. То есть, я свою ответственность за это чувствую. И буду принимать участие, возможно, в, ну, по крайней мере, в выражении мнения и в решении этого вопроса, несомненно. Потому, так же, как это происходило и в прошлый раз, когда я прекращал свою деятельность в качестве секретаря и понимал... И когда выбирали Дмитрия Александровича Курденова, да? Да, Дмитрий Александровича, который там отработал. И я считаю, что тогда это решение там было абсолютно правильным. Результаты работы Дмитрий Александрович там меньше, чем за год это показывают. Поэтому с не меньшей ответственностью, чем тогда, я отнесусь к этому и сейчас. Ну, собственно говоря, потенциальных-то кандидатов мы ведь знаем. Практически все они сейчас представлены в составе палаты, кроме одного человека, да? Которого, я так понимаю, вам в палату на утверждение должно направить законодательное собрание вместо выбывшего Юрия Шлемензова. В течение месяца ближайшего, да? Да, ну, соответственно, мы знаем 53 члена, ой, извините, 47 членов общественной палаты. 48-й. Да, и 48-й будет определен, по-моему, в течение, там, через месяц, чуть меньше в законодательном собрании. Ну и, собственно говоря, в июне вот из этих, опять же, 47, потому что членов общественной палаты России выбирать будет нельзя, из этих 47 членов палаты будут выбирать себе руководителя. То есть темная лошадка пока только одна, если что. Неизвестная фамилия, да, так скажем. Если что, хорошо. Закрываем эту тему, переходим к следующим новостям. Я бы хотела поговорить о сюжете Сергея Брилёва, недавнем совершенно, да? Я думаю, что вы с ним ознакомились, я думаю, что наши слушатели его тоже видели. Вот, кто-то по телевизору, кто-то, возможно, в интернете посмотрел. Я ознакомилась там и с видео-версией, и с печатной версией. Я бы не сказала, что очень глубоко он копал, там, да, по поводу того, что происходит в Кировской области. Но надо сказать, что вот этот сюжет, он не разовое какое-то явление, да, это не только про Кировскую область. Это же серийная программа. Серийная программа была про губернаторов, которые были назначены Владимиром Путиным недавно на регионы. И у вас я хотела спросить только одно. На ваш взгляд, кто целевая аудитория этого сюжета? То есть можно предположить, что это Кировчане. Вот вчера Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания двух предыдущих созывов, предположил, что таким образом, значит, Игорь Васильев, исполняющий обязанности губернатора, начинает свою предвыборную кампанию, сентябрьскую, да, вот, перед выборами в сентябре. Вот, слышал я мнение, что местные, скажем так, да, какие-то источники здесь не задействованы совершенно, а инициатива исходит от федерального центра, которому надо показать, что мудрый Владимир Путин, значит, назначает на осиротевшие регионы, лишившиеся губернатора, по разным причинам, да, не менее мудрых соратников, вот, ну, выборы президента у нас тоже не загорали. Вот, все-таки это федеральная аудитория или местная? Ну, вы знаете, Аня, я для того, чтобы ответить на этот вопрос, задам вопрос вам. Так. Вот вы предыдущие две программы... Про Севастополь? Помните, про кого были? Ну, про Севастополь, потому что Овсянникова, помню, еще про кого-то. По-моему, про Тульскую область, но я могу ошибаться. Вот, поэтому я думаю, что и для всей остальной Российской Федерации, за исключением Кировской области, программа Сергея Брилева прошла примерно так же, как для нас с вами, по-моему, про Тульскую область. И считать всю Российскую Федерацию аудиторией, собственно говоря, наверное, из-за этого нельзя. Я думаю, что это все-таки действительно, там, в первую очередь, аудитория региона, потому что именно мы знали, вот здесь, о том, что эта программа будет. Именно все, мы все здесь ее, там, многие ее ждали и с интересом смотрели. Интерес оправдался? Я думаю, что он в любом случае оправдался, потому что он был сформулирован таким образом «интересно, что покажут». И каждому показали что-то, что было интересно ему. То есть кто-то увидел, там, ну, каждый увидел то, что, собственно говоря, хотел увидеть. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, ну, по моему мнению, с точки зрения воздействия, это программа на, там, локальную, региональную аудиторию. Несмотря на то, что она выходит на Федеральном канале, здесь скорее, скажем так, степень доверия, там, к Федеральному каналу и уровень его воздействия, она выше, чем региональный. Что же касается, там, ну, каких-то таких инспирологических, там, версий, да, относительно того, что это воздействие на администрацию президента, да, вот, как бы, там, с этого захода, ну, у них совершенно другие источники, все-таки, информации, а не общие, там, распространяемые, там, ТВ-программы, да, поэтому, там, информация и представление о регионе формируются иными способами. Поэтому, да, нам показали Кировскую область, нас заинтересовали тем, что ее покажут на Федеральном канале, потому что мы не избалованы таким вниманием, а если оно и происходит, то, как правило, касается каких-либо там, либо криминальных, либо негативных новостей. Мы с удовольствием программу посмотрели, у нас сложилось впечатление о том, что на федеральном уровне мы на хорошем счету, ну, и, собственно говоря, мы живем дальше. Мы живем дальше. Не медвежьи. Ну, посмотрите, ведь у Брилева там особым посылом было, и я надеюсь, что вот хотя бы это отложилось в памяти зрителей из других регионов, потому что сами про себя-то мы это знаем, но вот он дважды об этом сказал, и я надеюсь, что это услышали, это такая запоминающаяся была там фраза и посыл относительно того, что в последнее время мы все время о Кировской области слышали много плохого. Неужели тут все действительно так, или все-таки там здесь хорошо и стало лучше? И в программе-то как бы сама программа отвечает на свой вопрос тем, что да, действительно здесь не только там плохие вещи происходят, как мы привыкли представлять это себе. И вот это посыл как раз для других регионов. Можем ли мы говорить, что это в том числе посыл для инвесторов? Вы знаете, если задаться, на самом деле вышло и две программы, то есть, ну, две разные. Но вот вышла программа Сергея Абрилёвна «Россия-2», ну, «Россия-1», да, а на «Россия-24», по-моему, вышла программа про анализ инвестиционной привлекательности региона и работу с инвесторами. И там тоже была интересная картина о том, как сюда приехал некий там предполагаемый инвестор, как он встречался с сотрудниками правительства, как он обращался к интернет-ресурсам, как он ездил на площадку предполагаемого промпарка «Слободино». И вот там тоже выставляли оценки, прямо этот инвестор выставлял оценки, и в конце концов в итоге был сформирован рейтинг. Согласно этого рейтинга Кировской области, казалось, там, по-моему, рядом с Пермским краем, если бы не выше его, ну, вот прямо рядом с ним, но, как бы, не в первой половине рейтинга, но и не последним регионом, так скажем. Вот, поэтому вот с точки зрения там некой инвестиционной привлекательности, я думаю, что больше вот это было ориентировано. И там, кстати, на самом деле, если посмотреть, я думаю, что в интернете он найдется, мне кажется, что там авансов региону было дано чуть больше, чем в сюжете Брилёва, да, потому что сюжет Брилёва более справедливо оценил Кировскую область. Вот там авансов было больше, и хочется верить, что это сработает, и эти авансы будут правильно воплощены и реализованы. И потянутся к нам инвесторы. А вот вопрос только, на чем инвесторы к нам будут добираться? Я должна перейти к следующей теме. Тема касается авиаперевозок. Мы продолжим лоббировать интересы одной из авиакомпаний, как выражаются некоторые наши коллеги. Но это будет уже после небольшой рекламы. Программа «Особое мнение» продолжается. В гостях у нас Андрей Юсенко, секретарь общественной палаты Кировской области и вице-президент Виадской торгово-промышленной палаты. Это важно, потому что мы сейчас будем говорить о вещах, которые в том числе важны для бизнеса. Итак, аэропорт. Собственно говоря, вот вчера был первый рейс. Возобновились авиаперевозки между Кировом и Петербургом, которые у нас провисли в связи с уходом Победы. И достаточно такая информативная была, я не знаю, это, конечно, была не пресс-конференция, а некий подход к прессе генерального директора нового аэропорта Алексея Легконравова, который рассказал, что помимо компании «Саратовские авиалинии», которые осуществляют теперь два раза в неделю из Кирова в Петербург, ведутся переговоры с компанией «Руслайн», которая тоже будет летать в Петербург, по-моему, три раза в неделю. Есть планы на летний сезон до Анапы, Сочи, и, по-моему, еще куда-то будут летать. Есть планы по привлечению других перевозчиков. Собственно, в аэропорту, я уже сказала, немножечко так оживляж пошел. Жизнь какая-то, машины появились на парковке, то есть таксисты, кстати, да, в воскресенье я их видела. Машины, четыре такси там стояло. Это был, по-моему, рейс из Нарьянмара. Вот. Единственная проблема, которую я вижу сейчас, это все-таки проблема цены. В связи с уходом «Победы», вчера журналисты Легконравову задавали этот вопрос, да, все-таки «Победа» летала по ценам несопоставимым с тем, что сейчас предлагают «Саратовские авиалинии». Даже то предложение, которое прозвучало на встрече Игоря Васильева, значит, с директором компании «Саратовские авиалинии» в Ахрамеевом о введении билетов до Москвы по 999 рублей, это предложение, конечно, не закроет брешь в кошельках кировчан, да, потому что это будут какие-то акционные билеты, по-моему, там до пяти билетов на рейс, которые будут появляться в случайном порядке, ну вот кому повезет, что называется, да, в отличие от «Победы». И я бы хотела все-таки понять, правильно ли я воспринимаю информацию и посыл вот этот, мы приводим таких перевозчиков, таких перевозчиков, таких перевозчиков, конкуренция, будут снижаться цены, что региональные власти все-таки поставили на победе крест, большой и жирный. То есть похоронили идею каким-то образом договориться с победой, может быть, найти объективные и выгодные и региону, и авиакомпании, варианты с той же дотацией, там, да, на обслуживание в аэропорту, все-таки победа возила людей по социальным ценам. Все-таки люди летали не только с багажом огромным, за который они платили дополнительные, да, какие-то деньги, вот, люди летали в Москву, и мне казалось всегда, что пассажиры «Победы» — это как раз вот люди либо с кейсами, либо с рюкзачками, да, кто едет либо в Европу, либо в Москву, в командировку, по бизнесу, вопросам, еще по каким-то вопросам, это было удобно. — Ну, знаете, я, в общем, достаточно там и по роду работы, и лично, да, я сам пассажир, много летаю, причем я люблю летать самолетами и не очень люблю ездить поездом. Поездка в поезде меня, так скажем, расслабляет, а поездка, полет на самолет, на самом деле, как бы, ну, сам по себе мобилизует. И поэтому я здесь, наверное, что хотел бы сказать. Вот, когда нам говорят о конкуренции среди там авиаперевозчиков, о конкурентных условиях, о равных конкурентных условиях для всех авиаперевозчиков, я, в принципе, могу понять руководителя аэропорта, который там, ну, вот об этом говорит. Но я считаю, что здесь должен быть как раз там государственный подход на уровне региона, вот каким образом сформирован и сформулирован. Так как аэропорт является там собственностью региона, и регион его датирует в достаточно серьезных там объемах, то в первую очередь руководство аэропорта и люди, принимающие решения, должны руководствоваться неравными конкурентными условиями для авиаперевозчиков. А в первую очередь, с точки зрения интересов региона, мы должны руководствоваться равными конкурентными условиями для нашего же региона по сравнению с другими. По сравнению с Пермь, которая хоть и больше, но из которой, там, по-моему, 7 рейсов в день в Москву, и можно улететь, начиная с 7 утра и заканчивая там часом ночью. С тем же Сыктывкаром, из которого, по-моему, как минимум 3 рейса в день в Москву. Вот равные конкурентные условия должны для нас быть, для региона, во-первых, а во-вторых, для жителей региона. Мы живем все в одной стране, и жители Кировской области должны иметь ровно такие же возможности. За те же деньги. За те же деньги летать, как и жители соседних регионов. Иметь возможность выбрать утренним рейсом лететь, вечерним рейсом лететь. Если же говорить с точки зрения бизнеса, то я вам совершенно точно могу сказать, что еще несколько лет назад, лет 6, 7, 8, когда самолет в Москву летал, из Москвы в Киров, из Кирова в Москву летал два раза в неделю, по-моему, любой разговор с инвестором уже тогда начинался с того, какая авиакомпания к вам летает, как долететь. Когда ты говорил о том, что можно во вторник, а можно в пятницу, в смысле, а в остальные дни поезда. И это закрывало тему очень серьезно, потому что транспортная доступность, логистическая доступность, гибкость вот этого движения для бизнеса принципиально важна. Время – это деньги. Стоимость билета для бизнеса важна? Стоимость билета для бизнеса, наверное, важна чуть менее. Потому что здесь как раз, что называется, время – деньги. Важнее время, за которое реально можно было обернуться в Москву одним днем. Сейчас не очень удобно. Я думаю, что если бы руководство аэропорта согласовало вот эти слоты временные, чтобы можно было, например, улететь из Кирова в Москву утром и вечером, одним днем слетать, и наоборот, из Москвы в Киров, то у бизнеса вопросов было бы меньше, потому что для бизнеса вопрос стоимости билета второстепенен. Вчера задавали этот вопрос, я прошу прощения перебью, да, Алексею Легконравову, он объяснил это тем, что у саратовских авиалиний было выделенное окно аэропортом Домодедово, когда они приходили в Киров, здесь летала Победа, время удобное там, да, удобное время рейса было занято Победой, поэтому мы могли отправить в другое время, саратовские авиалинии это время выбрали, договорились с Домодедово на прилет тоже в определенное время, а Домодедово структура большая, вот, и раньше лета этот вопрос вряд ли решился. Но, тем не менее, вроде бы рассматривается такая ситуация. Это понятно, и, собственно говоря, я не сомневаюсь о том, что этот вопрос известен, и руководству региона, и руководству аэропорта, но это вопрос принципиальный, точно так же, как был принципиальный вопрос по рейсам в Санкт-Петербург, потому что если Москва это еще там доступность, там, ночь на поезде, то Санкт-Петербург для нас превращается в сутки. Для того, чтобы провести прямые переговоры в Санкт-Петербурге, необходимо ради часа, грубо говоря, там, встречи, сутки ехать туда и сутки ехать обратно, либо лететь на перекладных через Москву, что тоже превращается в длительный процесс. Поэтому рейсы в Питер, мне бы очень хотелось, чтобы запустив их, во-первых, сделали удобное время, рассчитывая не только на бизнес, но и на туризм, потому что Питер однозначно был бы интересен, например, там, слетать на выходные. Я думаю, что... Но по пятницам есть рейс. Ну вот, но надо рассчитывать еще и время удобное, да. Если это в пятницу вечером, там, ну, хорошо, а если в пятницу утром, то неудобно, потому что вещи еще работают. Пятницу в 13 часов дня. Ну, вот надо смотреть, то есть. И надо опять же понимать. Я видел материалы в СМИ о том, что прилетел там рейс наполовину заполнен. Но ведь и на Москву мы начинали летать, когда сюда пришел Ютеир, когда потом там приходил Руслайн, мы тоже там летали все наполовину. И победа в этом смысле пришла уже на неким образом там подготовленный рынок, потому что пересадить вот с поезда на самолет Ютеиру было очень сложно. Я помню эти наполовину пустые самолеты. И спасибо, что Ютеир летал и раскрутил эту ситуацию, когда мы уже привыкли летать снова. Поэтому и с Питером хотелось бы, чтобы авиакомпании не спешили с выводами относительно там заполняемости, а дали, во-первых, удобное время, а во-вторых, там дали время на то, чтобы привыкли, что в Питер тоже можно там слетать на день или на два. На выходные. Да. На выходные. Что же касается Победы, то, ну, все ведь просто достаточно. Для Победы это бизнес. И я не думаю, что там Победу интересуют какие-либо там политические, административные интересы, там, или обиды, или там еще что-то. Если регион сформулирует Победе приемлемые коммерческие условия, Победа там рассмотрит наши предложения, ну, теперь уже в порядке общей очереди. Потому что интересантов там летать, вернее, пригласить к себе Победы много. Победа действительно там дает возможность людям слетать в Москву там за те деньги, которые она там озвучивает. Интересантов много, нам теперь снова придется вставать в очередь и, ну, там, нас будут рассматривать уже в общем порядке, наверное. Да, я поясню, почему мы так много времени уделяем этому вопросу. На самом деле это не только вопрос бизнеса и не только вопрос доступности, так скажем, Кирова там, да, в отношении крупных столиц и всего остального, крупных городов. Вот, вопрос ведь это и экономия бюджетных денег, несмотря на то, что изначально нам заявлялось, что Победой летает какое-то достаточно ограниченное число людей, очень многие не пользуются в Кировской области. И почему бюджет должен платить за людей неизначительное количество, да, пассажиров. Вот, у меня вот вопрос такой, ведь чиновники-то тоже летали Победой. Я знаю, что Олег Казаковцев летал, например, Победой, да, а чиновникам перелеты... Ну, практически все летали. Перелеты оплачивают из бюджета. И, соответственно, если чиновник летит за 2 тысячи, это одно, а если чиновник летит за 4 тысячи, или за 10, или за 12, это совсем другое. И сэкономленные деньги можно направить на доброе дело. Ну, согласен, что называется, ну, здесь, наверное, неправомерная фраза относительно того, чтобы считать чужие деньги, потому что это деньги наши, деньги бюджетные. Несомненно. Я все-таки считаю, что здесь оценивать сумму вот тех вложений, которые и преференции для Победы, и вложения в аэропорт нельзя просто впрямую. Потому что, ну, в настоящее время, насколько я понимаю, без бюджетных там дотаций, аэропорта не обойтись. И вы ведь помните, что даже была масса дебатов по этому поводу с депутатами, но, в конце концов, все все равно понимали, что без авиасообщения нам, ну, регион развить будет практически там невозможно. Надо думать на перспективе. Да, и здесь надо считать, что называется там опосредованный и отложенный эффект от расходования этих средств. Поэтому я все-таки надеюсь, что, вот, как я уже и сказал, конкурентоспособность региона и конкурентоспособность населения и уровень услуг для населения станут во главе угла при принятии тех или иных решений и по аэропорту и по взаимодействию с авиакомпанией. Очень хотелось бы и мне тоже на это надеяться. Будем посмотреть, что называется. Особые мнения Андрея Юсенко, секретаря общественной палаты и вице-президента Вятской торгово-промышленной палаты на этом завершается. Анна Лапшина. До свидания. До свидания.